Турнир по хоккею на Кубок телерадиокомпании «Алмазный край» в Мирном совсем молодой и проводится всего второй год. Напомним, что в 2015-м победителем стала команда «Удачного». Кубок должен был стартовать на прошлой неделе на ледовой арене «Снежинка» в «Удачном». Почти год к этому событию готовились. Однако из-за климатических условий плохой видимости на дороге ни одну из детских команд не выпустили в целях безопасности. Решено было перенести Кубок в Мирный. Подробности далее. Турнир на Кубок телерадиокомпании «Алмазный край» совсем молодой и проводится всего второй год. Напомним, что в 2015-м победителем его стала команда «Удачного». Кубок должен был стартовать на прошлой неделе на ледовой арене «Снежинка» в «Удачном». Почти год к этому событию готовились наши соседи. При содействии руководства культурно-спортивного комплекса у Дачкинского ГОКа, профсоюза «Профалмаз» и, конечно, наших коллег была проведена большая работа. Однако из-за климатических условий плохой видимости на дороге ни одну из детских команд не выпустили в целях безопасности на трассу. Решено было перенести Кубок в город Мирный. На 2017 год есть планы. Мы сейчас проводим Кубок телерадиокомпании «Алмазный край». Первая задача у нас стоит собрать сборную команду Мирныйского района и вывезти в город Якутск на республику. В результате в Мирном на льду спортивного комплекса «Кимберлиц» встретились четыре команды. Сложнее всего пришлось ребятам из Чернышевского. Они только месяц занимаются с новым тренером. Мы катаемся всего месяц. Сколько? Два месяца я работаю с этими детьми. Но видно желание у них. Огромное желание выиграть у них. Пока, конечно, уступаем в чем-то. Но будем работать. Я занимаюсь четыре года. Когда мы ходили в Чернышевск с семьей на каток, меня тренер посмотрел, как я хорошо катаюсь и взял меня на хоккей. Все любители хоккея отметили значительный рост спортивного уровня команд, которые в прошлом году впервые встретились в турнире на Кубок «Алмазного края». Пожалуй, больше всего выросли самые юные спортсмены. Младшая мирнинская команда дала достойный отпор своим землякам, проведя второй период на лидирующей позиции и отыграв у удачного целых четыре шайбы. Видимо, сработал настрой тренера на игру. Обращать больше внимания на оборону, чтобы каждый играл со своим игроком. Ну и меньше самодеятельности, и выполнять там тренерские задачи. У нас настрой очень жесткий. Мы надеемся победить. А вот Дмитрий Намесников, тренер удачнинской сборной, был крайне недоволен своими подопечными после встречи с командой «Мирные-2», хотя счет на табло был в их пользу 6-4. Они младше нас намного. Мы должны были их выигрывать более крупным счетом. Бесхарактерные были. Особенно третий период. Я ничего не могу сказать, потому что все два периода. Первый я был на поле, я играл то, что мне говорил тренер, я делал. А третий период мне не понравился. Несмотря на столь суровую оценку, стоит похвалить ребят, которые за год стали настоящими лидерами. Тренер, в свою очередь, отметил и подготовку соперников. Мы встречались с хоккеистами накануне финального дня, когда оставался секретом главный итог – кто же станет победителем. Но кому бы не достался кубок «Алмазный край», главное, что детский хоккей получил новый виток развития. Татьяна Магит и коллектив телерадиокомпании «Алмазный край». Спасибо.